Продолжим. Самое ужасное, что может быть, это отсутствие силы, мужества и неукротимого мужества. Сколько раз мне говорили, я хочу умереть, я хочу избавления, я хочу умереть. Ну, приходят люди, ноют, да, бывает, что им тяжело, ужасно. Я отвечаю, так умри в себе, не хватало только, чтобы ваше эго вас пережило. Имейте мужество, истинный мужество, умрите в своём эгоизме. Ну, вот она, смет для прошлого эго, вот оно и должно умереть прежде всего. А мы думаем, что избавление от смерти тела приходит. Нет. И духовное рождение очень ясно показывает в самом момент, вот именно смет, смет для прошлого. Вот умрите в эго, и всё. Дайте возможность эго быть поражённым смертельно. И истинная сущность выходит на первый план. Ну, вот вам смет. Символическое, но, в общем-то, этап очень существенный в работе. Когда человек ноет, что у него всё плохо, всё ужасно, вообще не видит выхода, ну, наверное, душа-то всё-таки зрелая, но человек не имеет мужества, ленивый, не хочет ничего делать. Хочет, чтобы чудом кто-то его избавил в один момент. Такого не бывает. Вот от какой-то болезни можно там избавить, что-то отрезать, там, ампутировать. Ну, так понятно, да? А вот то, что внутри, только лекарствами глушить, чтобы ты полностью, так сказать, заблокировал мышление. А так ничего не получится. Что-то делать надо существенно. Что делать, знаем. Подсознательная память о прошлом вызывает непреодолимое желание избежать трудностей. Мы совершаем ту же самую, или даже большую глупость. Трудности мы должны расти, а мы, как правило, пытаемся их избегать. Не понимая, откуда они возникают, человек думает, что сейчас я себе жизнь устрою без трудностей. Всё равно не получится. Напротив, мы ещё более усугубляем своё положение, избегая трудностей, пытаясь их избежать. Придумая какие-то хитроумные ходы и ловушки, чтобы их избежать. Не получится, не получится. А почему не получится? Потому что мы возвращаемся сами к истоку. К чему? Для чего мы здесь живём-то? Чтобы здесь вот как-то вот проскользнуть, да, незаметно прожить так. И абсолютно не имея никаких симптомов того, что мы жили даже. Вот так раз и нет. А в трудностях-то действительно мы должны расти. То есть понимать истинный смысл, почему трудности всё-таки происходят. Ведь есть другая жизнь, которой трудностей-то, в принципе, и быть не может. Другая жизнь выстраивается по принципу не избегания трудностей, не исправления каких-то ошибок. А жизнь выстраивается, что ошибок ты не допускаешь. Жизнь до наоборот, вот сценарий выстраивается. Есть такая жизнь, есть выход. Поскольку это карма, ну, кармическая программа, которую человек проживает в течение жизни своей, педагогическая программа, нужно сделать что-то самому. Карма – это детище эго. Нужно расставить его, работать. Нельзя сделать всё за него. В этом-то всё дело. Карма – есть результат действий эго. Стоит отказаться от него, и карма очищается. Вся кармическая деятельность наша, вот то, что у нас, с нами происходит в нашей жизни, во взаимоотношениях нас с другими людьми, всё это результат педагогической деятельности вот этого кармического закона. А педагогическая деятельность когда активизируется, и сколько долго она продолжается? Пока мы упорствуем, пока мы в эгоистическом неведении находимся, как только наше эго смертельно поражено и умаляется до несуществования, кармический закон в том варианте педагогическом, он перестаёт действовать. Какие-то другие, иные выстраиваются связи кармические, но они уже не имеют отношения к тому, что мы называем психологической кармой, с грузом прошлого. Всё это уходит. Люди пытаются избавиться от этих вот проблем, к кому-то обращаясь, какие-то чудодейственные рецепты, кто-то пытается вам прописать. Другого рецепта нет, кроме как встать на этот путь, на путь сознательной духовной эволюции, и в момент духовного рождения действительно поразить эго смертельно. Аж потом оно и отпадёт, смертельно раненое. Тогда кармическая деятельность ваша предшествующая перестаёт просто существовать. Практика смирения – это, опять-таки, повторяю, самое эффективное, единственное эффективное средство трансмутации текущей кармы. Вот опять об эго. Контакт с природой, например, трудное путешествие в одиночку, во всей её мощи, в определённый момент имеет очень сильное воздействие на эго. Перерода обладает силой его разрушить. А разные организованные паломничества и всякое такое достаточно очень небольшого человеческого коллектива, чтобы всё испортить. Вот о путешествиях в одиночку. Ну, вот помните этого Фёдора Конюхова, который много путешествовал. Вообще, пора бы знать меру. Он, знаете, как к Богу пришёл, да, вот в одиночку одно, в одиночку другое. Но Богу тоже может не понравиться вот это бесконечное испытание вот этой, да, ну, вот этой твёрдости духа. Это ему, видимо, помогало. Он достаточно жёсткий был человек. И вот эти путешествия в одиночку, они, в принципе, даёт действительно возможность остаться один на один с языческим нашим Богом, с той самой природой, которая эго вот умаляет. Вот эти трудности, они не только вот в борьбе не поднимают эго, ты начинаешь уповать, наверное, на Божью силу, потому что бывают очень экстремальные ситуации. Ну, всему бывает предел, поэтому как-то вот нужно разумно вот сочетать эти вещи. Есть сейчас экстремалы, но они просто без головы эти экстремалы, они не понимают, что они делают на самом деле. А если с пониманием вот хочется где-то вот как бы себя испытать, ну, это должно быть сознательно, это другой вопрос, что эго способно умолиться. Трудные ситуации бывают, они, ну, к Богу обращаешься, всё-таки тебя каким-то образом с ним соединяют, есть ощущение этого единства. А вот эти организованные паломничества, мать справедливая говорит, в духовные места, ну, в коллективе, ну, это, ну, просто несерьёзная вещь, несерьёзная. Если вы хотите куда-то пойти поломаться, да, если паломничество, то один на один там как-то вот соберитесь потихонечку, вот, и там тихо, не надо в коллективах никуда ездить. Вообще в шумные места не надо ездить, там бывать. Потому что человеческие сообщества, они, даже святые места, пока там люди суетятся, они, ну, святые по-настоящему, они всегда полны этим фоном витальным, таким вот перевозбуждением. Вы не почувствуете ничего, только почувствуете суету человеческую вокруг этого места. Поэтому вот я в храмы иногда захожу, редко, но захожу, чтобы там никого не было. Ну, там пару человек есть, но чтобы не было организованных действий там, тогда ты начинаешь ощущать. В старый, древний храм ты заходишь, это машина времени, ты находишься именно в том времени, когда он строился. Вот, та духовная атмосфера, когда нет людей, она того времени атмосфера. Нам же трудно представить, как было в то время, мы фантазируем на этот счёт. Так вот, в старом храме останешься, когда никого нет, посидите, вот вам та атмосфера, которая была в то время, если её, так сказать, не заражают, не пачкают вибрации современного человека, который, понятно, зачем приходит в храм. Что-то выпросить, получить взамен того, что он всё-таки соизволил прийти туда. О главной трудности сатпрема, мать говорит. В тебе есть некая витальная зона, ещё слишком материальная и тесно связанная с разумом область, подверженная влиянию обстоятельств и глубоко верящая в эффективность внешних мер. Она-то и сопротивляется сдаче. Вот он с этими мантрами, с тантрами, со всякими методами. Что он только не использовал, только не сдачи. Он не сдавался, всё время верил в силу метода. Вообще, ментальный человек, с витальным достаточно, так сказать, выраженным эго, он верит в силу метода. Вроде бы он этот метод делает, веря в силу метода, значит, он, это не с Господом связано, а с его усилиями. И только-только эго, по сути, подпитывается вот этими мероприятиями. У него это было, по крайней мере, лет 15 уж точно, судя по его беседам с матерью и её замечаниям по поводу его нытья там. Он много ныл, и она вот на эту тему часто очень высказывается. Но она не ломала его структуру, она давала ему возможность нахлебаться, так сказать, негативного опыта. Она делала это, она подсказывала то, что надо, но он не слышит, упорно эго своё, свою, свою линию гнёт. И она не стала его ломать. Он куда-то в путешествие там решил отправиться где-то, вот уже говорит, не могу, хочу. Он говорит, ну, поезжай, там через три месяца он приезжает, опять ноет, вот там без вас было плохо, там всё. Он говорит, ну вот я пришёл, понял, что туда не надо есть, понял. Ну вот сиди, ну примерно вот так. Есть люди, которым вот нужно не ломать их сознание, не вразумлять, а давать возможность на собственном опыте убедиться в бесплощенности, в бесплощенности того, что они делают. Ведь индивидуальный творческий подход к каждому должен быть. Но однажды, мать говорит, в смысле сдачи, это надо сделать. И действительно, сейчас нам выпал случай, встречающийся раз в тысячу лет. Нам даётся сознательная помощь и необходимая сила. Действительно, вот сейчас смотришь, вот в части истории религии, я сейчас закончил эту главу по истории религии, пришлось перлопать массу литературы, вот той самой литературы, которую читать, конечно, ужасно. Если всерьёз историю религии изучать, литература, ну там может голову сломать. Поэтому приходится выискивать там те моменты, которые действительно существенны и важны. И ты смотришь, как люди в те времена пытались отыскать истину, пытались обрести свободу. Как они делали всё это не так, как надо. А сейчас вот есть всё. То есть раз в тысячу лет, раз в десять тысяч лет, вот если мы с вами историю туда отодвинем, ну, шесть тысяч лет, наверное, историческое время у нас есть, момент появления письменности. Вот с этого момента мы можем говорить об истории. Вот с Месопотамии, с Асиро-Вавилонской культуры, вот оттуда письменность когда пошла. Так вот, люди всё время пытались, пытались что-то делать в духовных поисках, да, и в тупик всё время заходили. Но сегодня-то нам представляется полная возможность реализовывать всё, вот всё есть, всё есть. То есть мы находимся сейчас вот на вершине пирамиды, пирамида, то, что поиск был, подступ к главному, вот-вот-вот-вот, начали широко, потом всё сужалось, сужалось, но ещё не вершина, сейчас мы на вершине, всё. Другого выхода нет, другого варианта нет. У нас требования и спрос максимальные сегодня. С тех людей того времени, вот их заблуждения духовные, кармические, не наказывались, они не были наказуемы, потому что не было кармической ответственности в духовном плане. Была кармическая ответственность в части морально-этическом, когда ты вредишь людям сознательно. Другой вопрос. Сейчас мы отвечаем кармически за своё духовное состояние, потому что есть всё, чтобы себя реализовать, понимаете? Совершенно иной уровень ответственности сегодня. По сути, большинство людей живёт как в тюрьме, закрыв все окна и двери. Они опасаются, что случится, когда откроются окна и двери, они начинают бояться. Люди боятся потеряться в свете и в свободе. Они хотят остаться, как они говорят, сами, собой. Им нравится ложь и рабство. Какая-то часть людей прочно привязана к рабству. Действительно, большинство людей живёт в этой тюрьме ментально-эгоистической. И не дай бог, свежий ветер истинно там что-то подует. Они боятся вообще этого. Боятся стать проточной системой. Боятся, что их продует вот как-то так свежим этим ветром, и что-то в них изменится. Они пытаются сохранить себя в этом коконе лжи, в своей, так сказать, эгоистической оболочке. И это они называют остаться самим собою. Ну, понятно, что такое остаться самим собою. Значит, сразу заколотить себя в гроб. Хороший, крепкий, прочный, дубовый. Ну, в гроб. Судя по моему личному опыту, стоит всецело обратиться прямо к Всевышнему. И всё, что нужно, произойдёт само собой. Например, если остаться открытым, и оставаться открытым каждую секунду, сознательно желать, чтобы урожал ушли с воли Всевышней, так и получится. Она снова и снова возвращается к тому, что надо всецело сдаваться высшей силе. И то, что нужно, без всяких моделей, без всяких предвзятостей, без наших с вами мнений, оно состоится. Именно то, что нужно. То, что свыше должно с вами произойти. Вот самая трудная задача, открывшись этой силе, не вмешиваться умом в её работу. Не подправлять её, не идеализировать какие-то вещи, не сомневаться, не пытаться строить планы по поводу того, что с вами должно произойти. Обязательно произойдёт то, что должно произойти, если вы не будете вмешиваться в этот процесс, в процесс трансформации. И скорее это произойдёт, чем тогда, когда вы будете вот так, чтобы поэтапно подходить, потом отступать, задумываться, анализировать. Не надо ничего анализировать. Вы, коли решили, вот в этот ум надо с головой. Вспомните, как вы в любовь бросались, как молодыми были. Вот прям туда, никто вас остановить уже не может. Потом вы с оглядкой же любили, а так-то вот туда нырнули и всё. Вот кто вас тормознёт? Вот примерно вот такой же вы должны подвиг совершить, вот как в юности в любовь. Вот так же туда. Что будет, то будет. Потому что жили вы тогда тем моментом, какой вам представлял Господь, да? В той самой любви-то. У всех, наверное, была, хоть она хоть капельку, но была, какой-то период переживали. Вспомните, как это было. Без оглядки же действовали. А тут мы уже научились оглядываться, сомневаться. О мелких враждебных формациях. Людей постоянно осаждают сонмищем мелких, кишащих, отвратительных созданий, каждый из которых пытается внушить тебе что-либо недоброе. Вот когда я подошёл уже вплотную к реализации пути, что уже у меня выхода не было, то есть последнее, что я как бы ощутил буквально физически, что мой мозг, моё сознание наполнено вот этими мелкими, кишащими, отвратительными сознаниями, этими существами, которые как вот в огребной яме, в туалетах деревенских, как опарыши копошились. Вот это последнее моё было ощущение финала, что я уже весь прогнил вот в этих каких-то червяках, какие-то мысли совершенно. Если бы они были тупые, они все были ядовитые, ядовитые, все мысли ядовитые, невозможно существовать вот этой вот кишащей вот этими червяками в среде, для меня уже было последней каплей, надо делать что-то реальное. Вот действительно мать говорит об этих мелких формациях, отвратительных, и людей постоянно они осаждают. В той или иной степени каждый человек подвержен влиянию этих вот тварей. Дальше она говорит. К примеру, приступы гнева, когда кто-то обуреваемый страстью и делает вещи, которых никогда не совершил бы в нормальном состоянии. Во всём виноваты эти мелкие создания. Они ждут лишь случая, чтобы наброситься на вас. Становится просто непонятно, как можно дышать в такой атмосфере. А ведь люди постоянно в ней живут. Сейчас я уже не представляю, что это такое. Но вот я когда жил, тогда я представлял, что это такое. Но теперь я даже не могу сравнить. Это состояние я не могу вызвать. Как его вызвать? Это надо туда опять погрузиться. А туда вот дороги нет, я не знаю. Туда уже не нагнёшь. Вот такое интересное. Это действительно ужасно. И человек настолько свыкается с этой атмосферой, с привычной, что он не желает ничего, так сказать, иного, потому что он уже в таком тесном симбиозе с этими энергетическими тварями. Вот они как бы сжились. Как вот с ненавидящей друг друга муж с женой. Вот живут, вот они ненавидят друг друга, но как-то взаимно питают там вот чем-то. Так же вот человек вот с этими структурами настолько свыксы, вот он так и живёт и боится как бы вот не нарушить этот симбиоз. Вот примерно вот такой вариант. Некоторые живут на более низком уровне. Они игрушки в руках этих созданий. Их реакция не просто неожиданная, но совершенно чудовищная, потому что они марионетки. Вот люди, которые совершают совершенно чудовищные преступления, совершенно невероятные, абсолютно вне логики человеческой поступки. Вот это люди и есть игрушки вот этих марионеток. Этих сил, которые в какой-то момент в виде удобной толкают человека на какое-то преступление, чтобы потом всё время, так сказать, долгое время питаться вот его страданиями. Его там берут, там куда-то судят, сажают. И всю жизнь он кормит этих тварей. То есть они находят вот ту ситуацию, когда можно его надолго использовать в качестве энергетического донора. И большинство людей действительно не ведают, что творят. Вот преступники есть. В большинстве своём. Идти восходящим путём не так уж сложно. Я прошла его в начале века, установила постоянную связь с Высшим. Именно это нужно, именно это и нужно заставить теперь проникнуть в материю. Это нисходящий путь. Я ступила на него со Штреоробинда. И здесь работы непомерно много. Но мать действительно долгое время восходящий путь реализовывала. Эти восходящие медитации, это купание там наверху, в божественном. Да, вниз-то она особо-то и не стремилась. Как бы она опускалась до человеческого уровня. Здесь вот суета, внешний выброс, витальные всякие дела. И потом только с уходом Штреоробинда, не с момента её прихода к Штреоробинду, она действительно смогла начать работу по нисхождению. То есть накопленный потенциал свыше должен быть реализован, должен был быть реализован в теле. И началась эта работа только с уходом Штреоробинда, по-настоящему. До этого, как сама мать признавалась, она в течение 60 лет занималась, в общем-то, не тем, чем следовало бы заниматься. Она родилась в духе, поднялась туда, а потом опустилась на человеческие планы своей духовной эгоистичности, будем так говорить, ну, в индивидуальности, с божественным не сливаясь полностью с верхом и низом. Она жила, стремилась там, ашрам этот обиходит, масса у неё была заботы материальных в этом мире. Но потом, вот, когда на её плечи легла ответственность с уходом Штреоробинда за продолжение работы, она действительно обратилась к тому, что она должна, в конце концов, была и реализовать. Вот такой интересный пассаж. Я поняла, что для телесной работы главная мантра. Она всю эту мантру издала. Правда, Штреоробинда не давал мантру, он говорил, что мы должны выполнить работу, не прибегая к внешним средствам. Вот он был абсолютно прав. Я повторяю свою мантру, это он нам обхагавати, постоянно, как фон, всё время, всё время, всё время. Вообще, любая мантра тупит сознание. Тупит, да? Как корову жвачку живёт. Ну, нет, человек может говорить, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Можно до бесконечности говорить, неважно что говорить. Вот я иду в метро Третьяковское, каждый день спускаюсь в метро, там всё время стоит человек, у него какие-то пакетики, он говорит, средства от молей, тараканов, клопов, крыс, мышей. Лучшие средства от клопов, крыс, мышей, тараканов, ну, что от слонов он не говорит. И вот он вот эту мантру, и глаза у него где-то там уже, вот он повторяет годами, я его вижу. Он отупевший совершенно, и вот эти вот слова повторяет. Других мыслей у него уже не приходит, да, в голову, то есть они его не одолевают. И куда-то его сознание выпаркивает. Вот он всё время вот эту мантру повторяет, от крыс, мышей, клопов, тараканов, там, ну, всё одно и то же средство. Моль, клоп и крыса. Вот мне как-то странно, ну, ему так сказали, завели его, и вот он говорит. Вот, поэтому сама мантра-то, конечно, вот мы уже говорили о мантре, она, в принципе-то, ни к чему и не приводит. И создаётся иллюзия того, что ты что-то делаешь опять вот с твоим это участием, но на самом деле это абсолютно не нужно. Абсолютно не нужно, поскольку сила сама делает то, что нужно ей, и твоего вмешательства абсолютно не требует свою работу. Не нужно это делать. Тем более Робин-то-то ей сказал, что не надо к внешним средствам прибегать. Всё-таки она своевольная девушка была. Она пыталась всё-таки через негативный опыт отсеять ненужное. Это у неё хорошо получилось. Молодец она. Мать Сатпрэму. Что касается пустоты, которую ты ощущаешь, похоже, это уже хороший признак. Тем, кто жалуется на ощущение внутренней пустоты, Штирой Биндов всегда отвечал, что это очень хорошо, значит, есть потребность заполнить её чем-то более достойным и настоящим. Ну, видимо, он сказал Сатпрэм, что всё-таки у неё периодически в уме пустота возникает. И вот эту пустоту действительно следует наполнить. Ну, как ты её наполнишь? Именно сама пустота и призывает, пустота в уме призывает эту силу. И постепенно-постепенно наполнение происходит. Но люди почему-то начинают анализировать, а почему всё пусто, да, каков механизм пустоты, а может, это неправильно, и не даёт этой пустоте дополниться. Не задавайте вопросов, если у вас пусто в уме, радуетесь, это нормально. Пустой ум – это отнюдь ум, который не способен действовать. Вот из пустоты-то как раз более правильное действие возникает у человека, там спонтанность способна проявиться. Ум может только всё попутать. Не пугайтесь пустоты внутренней. Ну, поскольку вы на контрасте ощущаете, когда вы были вроде бы при деле, ум постоянно работал, эмоции у вас захлёстывали, а в дух – пустота. И кажется, что вот это новое состояние, оно не есть истинное. Ну, это новое состояние. И поэтому новизна всегда кажется, ну, как бы там ни было, она всегда кажется чем-то неестественным, и кого-то пугает, кто-то задаёт вопросы. Вот, а что это такое? Не надо анализировать. Вот есть это состояние, вы принимаете его. Значит, из пустоты действовать гораздо эффективнее, чем состояние наполненности ума чем-то. Супраментальный свет проник непосредственно в моё тело, минуя внутреннее существо. Так было в первый раз. Он вышел, вошёл через ноги и начал подниматься. Я сейчас маленькую паузу сделаю. Вот сейчас многие-многие обращают на это внимание, и мне говорят, что идёт какой-то в них восходящий поток. Нет у вас никакого восходящего потока. Просто то, что поступает сверху у вас, в замкнутом контуре тела, наполняется, начинает наполняться с ног и поднимается по телу выше, выше, выше. Многие сейчас об этом перво не говорят. Это бывает до духовного рождения, это может быть в любой ситуации. Идёт нисходящий поток, встречает препятствия внизу, наполняет ваше тело в восходящем порядке, все клеточки выполняет. Радуетесь этим, это замечательное переживание, очень хорошее переживание. И обычно вот здесь останавливается, где-то вот в этом районе идёт остановочка. Вы боитесь его немного пустить в голову, начинаете задавать вопрос. Он вас как бы одел, вот как костюм противоперегрузочный, вот одеваю пилотом. Пусть вверх поднимется, не пугайтесь, потому что вверху могут там искорки такие вот сверкать, как-то неуютно. Но дайте возможность пройти ему выше, пусть он вас полностью заполнит. Не пугайтесь наполнения снизу какой-то вязкой вибрационной массы, не пугайтесь. Ясно? То есть вы должны быть естествоиспытателями, а что дальше будет, вот интересно, да, вот и наблюдайте, вот отстранитесь и смотрите. Не будете мешать, будете просто наблюдать. Вообще могут быть действительно чудеса, в короткий промежуток времени может вообще феноменальная вещь с вами происходить. А то обычно вот и всё, хочу дышать. Вот пусть заполнит вас. Чего страшного нет. Это вполне реальные вещи, я говорю не о каких-то там фантастических делах. Действительно вас наполняет эта масса полностью, может заполнить. Вот она говорит. Он вошёл через ноги и начал подниматься. По мере его восхождения поднималась и температура, потому что тело не привыкло к такой насыщенности. Когда свет дошёл до головы, мне показалось, что я вот-вот лопну, и пора прекратить опыт. Но тут я получил очень ясные указания. Принять покой, мир, расширить телесное сознание в каждой клетке, чтобы клетки смогли вместить в себя этот свет. Он успокоится. Я расширил сознание по мере того, как поднимался свет. Я пропускал вниз полноту и безмятежный покой. И вдруг на секунду, вроде как потеря сознания, я очнулась в другом мире. Но недалеко. Этот мир был таким же материальным, как и физический. То есть переключение в один момент происходит, и вот это вибрационное единство. Ты и всё вокруг становится другим. Просто другим. Так что дайте возможность развиться переживания. Возможно, вы это другое и почувствуете. Но он, может быть, этот процесс не в сильной степени выражен. У кого-то он может финально такие запредельные переживания вызвать. У кого-то просто ощущение такого вибрационного покоя и наполненности без каких-либо элементов, будем говорить, внешнего видения. Не важно. Дайте возможность развиться тому переживанию, которое у вас зародилось и хочет себя проявить. Это переживание вызвано с той силой, которая вас трансформировала. Не пугайтесь никогда. Это, наоборот, благостно. На всё твоя воля. Всегда помните и всё. Скажите эти волшебные пять слов. На всё твоя воля, Господи. И всё. И расслабились. Это чудеса действительно могут произойти. Нет, происходят они. Не то, что могут. Я понимаю, почему некоторые тантристы советуют произносить джапу. Системологическое повторение мантры. Вот так. Всё время повторять, повторять. От мышей, моли, клопов, тараканов. Не надо. Я говорю, понимаю. Когда сообщаюсь словам некоторое устремление, когда каждое слово произносится с теплотой и надеждой, всё изменится. Я испытал это на себе. Вот этот вот человек, если он будет это проникновенно произносить, надо ему подсказать, то может он и с Богом соединиться. Но вряд ли. Я так посмотрел, что не похоже. Не нужно повторений. Не нужно. Вот прям повторял там 10 тысяч раз, ему дал тантрический учитель, что-то повторять. Он где-то 5 тысяч раз повторил, потом 6 тысяч раз переписал чего-то, вот одно и то же. Мать ему говорит, ну ты устал, устал, ну попиши ещё, пока совсем уже рука не отпадёт. То есть она ему давала возможность наесться всеми этими методами, чтобы потом он понял, всё, хватит. Перепиши, говорит, дал тебе, ну пиши. А сама она прекрасно понимала, критически относилась к этому учителю тантризма. Она понимала, что он человек недалёкий, как она сказала, говорит, его только могила изменит. Но, говорит, я ему смерти не желаю. Пусть, говорит, ещё помучается. Тем не менее, она прям отдала в руки этого учителя. Тогда не совсем было понятно, вообще механизм трансформации был не очень ясно, какая сила, откуда она берётся, откуда там, поднимается или опускается. То всё-таки восходящую силу они принимали за действием силу, шапки вот так. Там путаница была в этих силах, потому что они обращались к древним индийским всяким, так сказать, этим классификациям, а там есть, простите, меня там без головы сломят. Когда я читал вот это количество богов и ответственность каждого за какие-то проблемы, причём эти боги потом тусовались с приходом там других людей, ну, с другими взглядами на эти самые вопросы, ну, это вообще что-то ужасное, вообще более ужасного придумать сложно, чем происходило в Индии в тот период. И только Бхагавадгита, откровения Кришны, сумели всё расчистить это, вообще это гениальная была вершина всего творчества древнеиндийского, это Бхагавадгита. Не кришнаит, который сейчас бегает, Харе Кришна, Харе Кришна, и само вот учение, это духовное рождение, это тот максимум, который на тот период можно было реализовать, максимум. Сейчас мы и дальше уже идём. Наверное, для того, чтобы джапа получилась настоящей, нужно внести в неё радость, восторженный порыв, тепло, главная радость, тогда всё меняется. Достаточно совсем небольшой перемены внутреннего состояния, незначительное сдвигу, чтобы перейти на другой стоны, к свету истине. Возможно, достаточно всего-навсего впустить радость. Вообще, повторять, конечно, это не нужно делать, опять, сила всё должна делать. Все вспомогательные средства, в том числе и молитва, когда мы идём путём молитвы, она должна отпасть с какого-то момента. Потому что люди привыкают к вспомогательным средствам. Потому что любое вспомогательное средство даёт тебе ощущение того, что в этот момент с тобой что-то происходит. Если вы всё время будете произносить, допустим, он нам обхаковато, вы всегда будете ощущать в какой-то момент, пусть в самом начале, вибрационное некое колебание. Перестали повторять, куда-то ушло. Значит, опять ничего нет. Ой, опять начинаем повторять, опять вибрационное колебание. То есть мы впадаем в зависимость психологическую от метода. Поскольку мы хотим чего-то достичь, используя какое-то средство, и вот использование средства нам подтверждает, да, чего-то в нас там колеблется. На самом деле, средство использовать нужно только до момента установления стойкого контакта с нисходящим потоком. Вот мы используем средство, чтобы открыть этот поток и установить с ним контакт. Потом все средства вспомогательные отбрасываются. И только бдительность, больше ничего уже не нужно. Когда нас только уносить начинает в сторону куда-то сознание, больше ничего. Поток открыт, все. Все средства должны быть убраны из арсенала, а их быть не должно уже. А у матери были действительно проблемы. Ее же уносило кверху, и надо было возвращаться в тело, потому что поток преимущественно был туда, восходящий. Вообще есть народы, есть народы. Она все-таки европейка, да, европейского происхождения. У европейцев нисходящий поток – это естественный поток. В их психогенетике он должен быть нисходящим. А у народов восточной настолько в психогенетике тело, все вот эти попытки соединиться с Господом кверху, они в психогенетике, их тянет туда, просто тянет, с рождения тянет туда. Заметили некоторые исследователи, что есть народы, которых вот тянет туда. И поэтому противоток вот устроить сложно, им трудно как бы переменить направленность этого потока. А у европейцев это проще. Так что, мать, как человек европейский, сад прям, как человек европейский, у них это получалось, поскольку для них это более естественным было. Хотя они туда все время улетали по традиции индийской. А вот у индийских людей, у них сложности с этим возникают. И они, как правило, практически не реализуют себя в истинной эволюционной работе. Их все равно туда утягивает, превалирует кверху поток. А у нас только книзу, мы же все на землю смотрели, пахали, но кверху-то и не поднимались. В России-то все время голова книзу была, да, тут, туда, куда-то все. Туда, да, туда и не смотрели, по-моему. Некогда было. В основном тут, вот, в материальном мире все вершилось. И здесь, вот, если уж в духовной работе, все внутри было, не наверху. Мы недостаточно хорошо понимаем, какой силой является воля в сочетании с твердой решимостью. Иси она говорит о том, что если человек имеет волю, волю, он не просто безвольный. Некое существо говорит, что смирение – это безволие. Нет, волю к реализации, скажем, что стремление. Вот если есть у тебя воля к реализации, стремление к реализации, вот это та воля, которая действительно помогает тебе в работе, безусловно. А если ты, ну ладно, попробую, ну, там может получится, может не получится. Вот эта вялость, такая расплывчатость, ну, не в стремлении, а вот в каких-то чувствах, да. А стремление, оно всегда должно быть таким твердым, достаточно твердым. И если есть твердое стремление, то тогда человек гораздо проще, гораздо проще реализует себя на эволюционном поприще. И в первую очередь, мать подчеркивает, нужно иметь смирение. Имей смирение. Не в том смысле, как его обычно понимают. Не просто сказать себе, я мал, я ничтожество. Нет, это совсем другое. Дело в том, что ловушек бесчисленное множество. Чем дальше ты продвигаешься, тем тоньше они становятся, тем более умело прячется эго под оболочкой чуда и святости. Здесь мать очень, мать справедливо подмечает, что под смирением многие понимают культивирование греховного, такого уничижительного эго. Я маленький, я несчастный, я вообще никто. И это эго. Эго исключительности греховной. И потом, Господи, дайте на меня маленького, грешного внимания. И пошло-пошло торговля. Смирение проявляется в приятии реальности, в приятии жизни, как факта, как данности, без всякого ропота. Вот смирение. Смирение. Понимание того, что всё, что в жизни нам преподносится в течение нашей жизни, когда мы в неведении пребываем, как проработка и приятие того, что мы в прошлом, в общем-то, не сумели сделать. Не сумели к этому правильно отнестись. То есть принять как факт, пострадать, если это страдание, неудобство испытать, но по этому поводу не роптать, для того, чтобы погасить и трансмутировать предшествующее наше своё безделье на эволюционном поприще. Вот смирение даёт нам огромную духовную силу. Смирение отнюдь не в том, чтобы признавать себя малым, грешным, несчастным, убогим, бедным, больным. Чтобы Господь на тебя обратил внимание. Не в этом. Это ловушка, вот такое псевдосмирение. Это ловушка. Вот мать говорит о бесчисленном количестве ловушек, которые вставляют и духовная работа, именно духовная стезя. Она тоже там пытается подловить человека именно на этом, на этой вот эгоистической малости. И каждый раз, когда что-то внутри, начинает настаивать. А я так чувствую, я так думаю, я так вижу, это мой образ существования, мой образ мышления, моё отношение к Божественному. Можешь быть уверен, что ты создал в себе Бога из своего эго. Иногда вот с человеком беседуешь, вот первый раз, когда он приходит, ну, вроде бы поговорить серьёзно, и только слышишь, а я так думаю, я вот читал, а я знаю. И начинаешь понимать, что разговор уже не получится с этого момента, уже понятно, что человек пребывает в Боге, и его величество эго для него, его эго является Богом. Он знает, он всё прочитал, вот, у неё всегда огромное «но» по поводу того, что ты и начнёшь ему говорить, у неё всё огромное «но» в возражении. Вот огромное «но» такое большое, ну, значит, говорите, в общем-то, нет смысла даже. Вот. Изначально, когда ставятся условия, что он всё знает, он сейчас всё понимает, вот ему нужно вот ещё чуть-чуть, и у него всё будет в порядке. Для того, чтобы это чуть-чуть состоялось, надо всё, что ты знаешь, понимаешь и думаешь, откинуть. Вот тогда вот и проявится то, что чуть-чуть тебе нужно-то. Вот такая парадоксальная вещь. То есть, когда человек говорит, что у него свой путь, он забывает добавлять, да? Три слова. Проб и ошибок. Свой путь. Потому что путь только один настоящий. Его своего не бывает. Свой путь – это путь подхода. Ты пробуешь, ошибаешься, подходишь к какой-то точке реализации. Вот это твой путь. А уж потом путь общий у всех. Говорят. Хочу закрыть глаза, чтобы видеть только его. Не хочу внешнего мира. Ну, его, значит, Бога. Но при этом забывают о существовании любви. Это великая тайна, скрытая за сущим и несущным, личным и безличным. Любовь. Не та, что связывает два предмета или два существа. Любовь, которая обнимает всё. Здесь мать говорит о том, что есть люди, которые пытаются, как бы замкнувшись в себе, отгородившись от этого мира, найти и постигнуть Бога. Они не знают даже, что это такое, не представляют, но думают, что вообще себя, так сказать, от всего изолировав, они вроде бы находятся в Боге. То есть думают, что они его найдут. И мать говорит об одном очень важном, определяющем моменте. Если нет в твоем сердце любви, любви беспредметной, беспричинной, то в тебе Бог не может присутствовать, как бы ты там ни уединялся, каким бы образом ты себя там не изолировал от этого мира. Должна вибрация божественная в тебе. А жить, появиться. Вот верный признак того, что ты действительно имеешь в себе вот то, что ты искал. Это вот состояние вот этой внутренней благодати, беспричинной радости, вот ощущение постоянного присутствия этой радости, независимо от того, что во внешне происходит в мире, с тобой, либо вообще в округе. Если есть эта вибрация, значит, где-то в сильной степени ты уже находишься под влиянием вот этой божественной сущности. Это еще не все, не финиш, но постоянное ощущение этого присутствия говорит о том, что ты на правильном пути. Если нет этого состояния любви, если нет благости в любой ситуации, то ты еще бесконечно далек от того, что можно назвать божественным присутствием в тебе, и нет. Есть очень точный критерий, верный критерий. Тепло, радость, вот это. Она не уходит никуда. Хотя на самом деле хорошо, говорит мать, что мы узнаем все постепенно. Хорошо иметь иллюзии. Не как таковые, а как необходимый этап пути. Все приходит в свое время, надо иметь смирение. Ну, наверное, какие-то мечты, они всегда нам, особенно в начальных этапах пути, они помогают, как бы способствуют духовной работе. Мы все-таки какое-то представление пытаемся иметь о том, что должно с нами быть. На какой-то период иллюзии может быть в чем-то и хороши, но мы не должны постоянно в этих иллюзиях купаться. Потому что как только начинаются переживания, начинает у нас проявляться переживание, то тогда иллюзии, в общем-то, отпадают. Иллюзия не нужна, потому что объектом нашего пристального внимания становится вот то, что мы уже переживаем. Хотя в самом начале могут быть какие-то иллюзии, да? Что-то мы прочитали, что-то смутно у нас где-то пыталось проявиться, и мы строим некую модель. Но временно это, на какой-то короткий промежуток времени это допустимо. Но в дальнейшем никаких моделей, ни того, что должно с нами произойти, мы не должны с вами этого иметь в уме. Ум должен быть свободен от всяких предвзятостей, касаемо результатов работы. Это была некая абсолютная неподвижность, исключавшая возможность какой бы то ни было болезни. По сути, не оставалось ничего, кроме неподвижности, походившей на нирвану. Но это ничуть не мешало мне совершать все привычные действия. И вот мать впервые отмечает состояние, когда она в теле ощутила безмерный покой, абсолютно безмятежный покой. И в этом покое ощущение того, что ты можешь заболеть, я не говорю, вмереть, и вообще повредиться как-то, и выйти из равновесного состояния, невозможно. Потому что этот покой, он определяет всё. И в этом покое, в исходном состоянии покоя, она делала, говорила, совершала привычные действия. Это не было состояние, которое в неподвижности физической присутствует. То есть, у неё появились первые симптомы перехода того, что мы называем собою, я нашим, в новую структуру, которая нарабатывалась в коконе старого физического тела. То есть, тело функционировало как бы отдельно от этой структуры. Потому что в теле мы ощущаем всякие неприятные моменты, отсутствие покоя. Если мы целиком в теле находимся, у нас покоя не бывает. Что-то там колет, что-то где-то там шевелится, какая-то напряжённость всегда. Всё-таки телесное сознание, оно постоянно-постоянно находится в таком состоянии, в состоянии неустойчивого равновесия. Там неравновесные всё-таки состояния, какие-то колебания. А тут оно как будто отрешилось от этого тела, тело само по себе, тело выполняло какие-то там привычные действия. Но ощущение фундаментального покоя было, скорее всего, не в теле. Она присутствовала уже в некой новой сущности, которая строилась в этом физическом теле. Она от тела дистанцировалась. Вот в эти периоды она как бы пребывала уже не в телесной структуре. А в дальнейшем это становится у неё всё более отчётливо проявленным. Потом полное разделение происходит. Вот это дальше. Вот сейчас первые симптомы того, что она иногда-иногда посещает новостройку эту. Вот она там примеривается, а потом опять в тело. Новостройку, в смысле новая структура, которая строится вот в этом физическом теле. Чистота, истинная чистота – это одно и не то, чему нас учит мораль. Чистота – это отсутствие эго. Ну, мораль – это, когда человек, так сказать, моральный, это человек, который наработал эгоистический стереотип морального человека. Это эго. А чистота, истинная – это отсутствие эго, это жизнедеятельность изнутри, без всяких ограничений. То есть тебе можно всё. Абсолютно всё. Не возбраняется ничего. Ну, только будешь ли ты делать то, что не будешь делать? Никаких установок нет. То есть снимаются установки, все кодировки снимаются. Моральный человек – это как закодированный алкоголик. Он закодировал себя вот на жизнь моральную, и всё. И хочется, и нельзя, побаивается. А тут вот совершенно нормальное, другое состояние. Абсолютно свобода. Свобода речи, свобода действий, свобода в пищевом режиме. А то вот это съешь, там, грех, там, или не то. Что-то будет. Вот случай воскрешения людей, по-видимому, происходит, когда они ещё не вышли из тела, не умерли на самом деле, но наблюдается полная иллюзия остановки сердца. У меня как бы было в моей практике два таких случая, вот как по жизни, с моими родственниками, с мамой и с моим дядей. И вообще, случаи, конечно, были такие, ну, действительно очень яркие, причём происходили они на глазах, допустим, с мамой, произошло то, что произошло на глазах моего отца и сына моего. Вот это было. У меня мама болела, у неё был перелом ноги, и её надо было отправить в больницу на рентген, и мы, в общем-то, вызвали врача, вызвали скорую помощь, чтобы её транспортировать. Её надо было вынести из квартиры на стуле, и я, и сын её выносили, и потом вдруг мама захрипела, синее всё, так сказать, лицо посинело, то есть вот такая быстрая смерть, знаете, вот бывает, именно асфиксия какая-то. И врач скорой помощи, эта женщина, она потом мне сказала, я думаю, что это эмболия, вот эмболия, это мгновенно вот смерть от эмболии, это очень быстро происходит. И маму её положили у лифта, то есть врач скорой помощи посмотрела, пульса нет, этого нет, и сразу она побежала вниз там за чемоданчиками. Мы хотели просто её перенести, и она побежала за лекарствами, это было у лифта прям, вот папа говорит, ой, она умерла, сын стоит, я в неподвижности, в абсолютной неподвижности, я просто вот, всё молча, я никак не относился к маме, никак. Просто молча, секунд 15 или 20, вот руками я, немного руками, 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 потом она открывает глаза, вдох, и синева это прошла. Врач прибегает, уже я, говорит, думала, что всё, ну, надо же было что-то там впрыснуть, ну, для порядка. И она очень удивилась, ну, и маму увезли, и нормально, я ещё несколько лет прожила нормально. А потом я на работе был, это уже несколько позже, мне звонит жена моего дяди, тётка, они одинокие люди, жили они не так далеко от моей работы, и она мне говорит, Саша, Сергей умер, приезжай. Ну, у меня сразу в голове, там, мероприятие, вот это надо сделать, этого не, ну, там, вызвать, ну, последовательность действий, уже такая, чисто прагматическая. Я действительно приезжаю, он лежит, кожа восковая, абсолютно холодная, вот я вот так вот его потрогал, вообще никаких вот движений, пульса нет, вот движений никаких, вот, как маска на лице, весь холодный, она мне позвонила, это прошло уже минут сорок, я пока подъехал. То есть, он для неё умер, вот тогда, она его тормошила, никаких не было, вот просто лежит. Ну, я молча, без всякой церкви надежды, думаю, ну, ладно, вот там, руками чего-то. Он вот размыкает эти веки, слипшиеся чуть-чуть, меня увидел и задышал. То есть, для меня это было тоже, вот, каким-то естественным, я не удивился. Ну, вот мать говорит, что душа-то ещё не покинула тело, вот какой-то период, какое-то время, когда ещё человек, вот, способен быть, ну, возвращён к жизни. И я знал уже позже несколько, я опять в этом убедился, что у нас есть всё-таки некая скрытая система, она называется потальным сердцем. Есть потальная вена у нас в печени, она находится в печени, рядом, так сказать, вена такая потальная. Что она какое-то время, эта потальная вена, при остановке сердечного сердцебиения, вот, кровообращения сердечного, она поддерживает небольшие, так сказать, вот, небольшие биения, вот, как бы сокращения. Для того, чтобы, если человек лежит, не сидит, но обычно теряет сознание в лежащем положении, она поддерживает снабжение мозга, не даёт мозгу умереть окончательно. Ну, как-то вот потихонечку питает мозг. А дыхания нет, по сути-то. Значит, идёт всё-таки, наверное, поток, и вот эта кровь там, ну, в общем, какие-то биохимические процессы происходят. То есть, вот эта потальная вена, как резервное у нас сердце, какое-то время продолжает функционировать. Вот такие были интересные наблюдения. Ничего удивительного у меня в этом не было, но, наверное, вот, сама сила, которая входит из рук, она как вот этот разряд тока, когда вот этим током запускает сердце. То есть, для того, чтобы запустить сердце, вот, вот эта сила каким-то образом запускает всё-таки сердечная деятельность, насколько я понимаю. Когда нет ни малейшей мысли, вот, помочь человеку, или, там, вот, я тебя люблю, вот, я с любовью. Просто холодно, бесстрастно, ты просто проводник. Ты ничто, ты вот провод, какой-то провод, молчишь, и через руки идёт сила, которая может что-то сделать. Вот я дважды, вот, по жизни убеждался, что это реально. Это отнюдь не вскружило мне голову, ой, там, можно кого-то оживлять. Я понимаю, что я бы уже был в том состоянии, когда меня на этом купить невозможно. Это было как-то естественно. Вот, естественно, было, было. Если будет какая-то другая ситуация, может быть, тоже будет это как-то естественно. Но специально, вот, я там, что-то демонстрировать как-то, вот, ну, Бог миловал, вот, каких-то у меня порывов и позывов какие-то творить, вот, там, вещи неподтемные, эксперименты, опыты, не было, это, слава Богу. А если по жизни надо, то может что-то и получиться. То есть, нужна не то, что вера огромная, а нужно полное спокойствие и быть только проводником, больше ничего. Ты только проводник, ты ничего сам не можешь. Только ты подумаешь, что ты что-то можешь, и всё. Ты ничего не можешь. Ты можешь только пропустить, провести через себя эту силу. Уж она решает проблему. Без тебя. В любом случае, как говорил Паисий Святогорец, я, говорит, молюсь о больном, но я в любом случае доволен. Если он умрёт, значит, Господь так и решила. А если же живой, то тоже нормально. В любом случае, исход для этого человека максимально благоприятный. Для души. Далее. По сути, спать нужно не меньше семи часов. За шесть мало что успеваешь. Естественно, с точки зрения сознательной работы, чтобы ночи не проходили. Мы проходили даром. Это моя любимая тема. Я утром просыпаюсь и знаю, что вечером я лягу спать. И там такая работа. Вот недавно я рассказывал на одном из последних занятий. Я так налетался. Ну, во сне вылетали же когда-нибудь. Ну, все понемножку, да. Я тоже когда-то летал, потом перестал летать. И тут на вертолете я летал. На маленьком, с двумя кнопками. Один автопилот, а другая, так сказать, управление там по пространству. Я так налетался на этом вертолете небольшом. В горах летал. С такой радостью. Я понимаю, что я никогда не сяду на вертолет вот такой. Но у меня полночи, наверное, я получал радость от полетов. Такие ущелья. Казалось, вот сейчас винтом, лопастями заденем, заденем. Нет, вот проходишь. Я как аккуратненько его выводил. То есть, вот здесь ночью пилотировал вертолет. Вообще, каждую ночь что-то происходит интересное. И спать действительно за пять часов, да ну, шесть мало, семь часов минимум. Вот восемь-девять часов спать сознательно – это самое счастье. Там без тела, тело не обременяет. Кушать не надо ничего, так сказать. Когда там заботится о завтраке, обеде и ужине. Там всё, сыт всегда. Вот если вы проникнетесь вот этой ночной жизнью, это будет действительно чудо такое. Потому что жизнь не прерывается. У меня не бывает так, что вот я закрыл глаза, провалился, потом где-то когда-то сон. Сразу же, мгновенно переход вот в это состояние, на другой план. Ты там начинаешь сразу жить. Без провала в памяти нет каких-то вот этих вот лакун. Когда ты ничего не помнишь. Всё время помнишь, с самого начала. То есть, жизнь не прерывается. И там время-то дольше даже тянется. Здесь время как-то быстро идёт. А там 10 минут могут, вообще столько событий за 10 минут может произойти. Иногда вот смотришь, вот там без 10, допустим, 8. Да, я-то до 8. Как-то немножко опять спишь. И целая там, это самое, эпопея разворачиваешь. Сможешь в 8 часов. 10 минут прошло, а эпопея там была такая продолжительная, интересная. Там другое время, другой квант времени. Вообще всё другое. Когда ты сознателен во сне, ты не в нижнем витале там всё-таки прислушиваешься. Всё-таки это витальный план. Это гораздо более чистые слои, в которых ты пребываешь. Ну, то есть, тот максимум, на который тебя отпускает психическое, что и тело, чтобы ты вернулся всё-таки назад. Чтобы не упорхнул там куда-то. Вот на этом поводке тебя ночью держат в этих слоях. И жизнь очень интересная. Мне нравится. Мне очень нравится. Несколько лет, говорит мать, я спала по два с половиной часа в сутки. То есть, ночью у меня продолжалось два с половиной часа. И я направлялась прямо к сад Читананди. То есть, она выпархивала из тела, уходила туда без всяких сновидений. Там где-то отдыхала. Вроде тело было само себе предоставлено. Так было пять или шесть лет. Но я прекрасно видел, что тело недовольно, оно не успевало сжечь токсины. Она вроде бы куда-то упархивала. С телом порывало всякую связь. Но телу всё-таки надо побольше было находиться в состоянии покоя. И она стала удивляться. Вот это меня удивило. Я-то думал, что она в какой-то иной мир там попадает. В какое-то иное измерение. Когда стала она видеть мир, где живые мёд твои присутствуют. Где они там, так сказать, вместе сообщаются. Она ведь людей, которые умерли. Тех, которые живые. Которых она не знала даже, кто они такие. Говорит, какой-то странный мир. Так это обычный мир нормальных сновидений. У меня ночь, наверное, не проходит, чтобы я не увидел человека, которого уже нет на этом свете. Обязательно он мне появляется. Такое бывает. Причём не из близкого окружения, как правило. Ну, где-то... Ну, знал я когда-то кого-то. Вот они появляются. Я понимаю, что его нет на физическом плане. Но он для меня, в общем-то, существующий здесь. Иногда к нему как с опаской относишься. Как с ним разговаривать? Вроде бы его нет. Находишь какой-то подход. Понимаешь? Вот. И мать-то, оказывается, стала просто видеть сны. Когда она вернулась в тело, не улетала в эту сад Читананду-то, и увидела обычные наши сновидения. И она удивлялась, что она в какой-то мир там попала, где живые мёд твои ходят, философии целые развивали. Это обычные наши сновидения. Вот и всё. Тогда я понял. Она их и не видела, этих снов-то. Просто потому, что она на ночь туда уходила, кверху. И сад Прэм тоже потом увидел. Да, говорит, да, этот метод такой интересный. То есть они лишали себя большую часть жизни нормального мира, астрального, где можно всё-таки продолжить развитие, существование, жить сознательно. Так что мы с вами, видите, богатые, если туда не улетаем. У нас есть всё. Не прерывается сознание. Живём и день, и ночь. Уметь использовать ночь – это продолжение этой темы. Уметь использовать ночь – это замечательный эффект. Получается двойной. С одной стороны, это не даёт вернуться назад, потерять достигнутое, что бывает очень мучительно. И с другой стороны, продвигаться вперёд, развиваешь свои успехи. То есть со временем сознательная работа ночью, она и продолжает дневную нашу работу. Вот истинная сущность, вокруг которой центрируется и витальное наше существо, продолжает уже командовать садханой, как они говорят, и егической работой ночью. Замечательно это, да? То есть в течение суток мы нормально-нормально работаем, находимся в медитативном состоянии, растём. А так вот ночью, как бы для людей обычно, это либо потерянное время, там, в забвении каком-то, либо они сожалеют и хотят как можно меньше спать, больше читать, там, что-то делать, молиться, поститься. А надо ночью использовать по назначению. А ты полетаешь, если не видишь сны? Конечно. Нет, есть люди, которые не видят сны, поскольку у них нет центрированного психического существа. Они не помнят их. Они их видят, но не помнят. Вот когда истинная сущность начинает расти, то вибрационная память, она сохраняется, человек помнит сны. Но помнит он не бесконечно долгое время, поскольку это уходит, ненужное стирается, потому что необязательно помнить всё, что было на астральном плане, в сновидениях. Но, во всяком случае, по пробуждению ты помнишь, что там было, и достаточно хорошо всё это помнишь.